Казахстан начал свой инвестиционный путь в 1990-х годах, возрождение нашей страны и скачок вперед совпали с трудным историческим этапом 90-х годов. Этот период был в времени неопределенности и глобальной турбулентности. Когда международная политическая система существовала более 70 лет, была резко разрушена, а мировые игроки все еще искали подходящий формат для диалога и сотрудничества при неизвестных обстоятельствах. В начале 1990-х годов Наслита Назарбаев смел быстро разработать собственную программу реформирования всех сфер государственного развития и успешно осуществить национальную модернизацию. Сегодня этот опыт известен как модель Назарбаева или Казахстанский путь. В его основе продумание и поэтапное государственное строительство, основание на рациональном решении первоочередних задач и стремление к амбициозным целям в будущем. Первый этап модернизации. В начале 1990-х годов, время первой модернизации, тогда стояла задача перенастроить систему государственного управления, сформировать основы рыночной экономики и встроиться в мировое сообщество. В этот период Казахстан осуществил тройной транзит в экономической, социальной и общественно-политических сферах. Казахстан заявил о себе на весь мир как государство, ориентированное на мирное развитие, и сам отказался от четвертого по своей мощи ядерного арсенала, доставшегося от СССР. Молодое государство установило дипломатические отношения с большинством стран мира, стало членом мирового сообщества и достигло международного признания. Второй этап модернизации. Вторая модернизация Казахстана стартовала в третьей четвертой 1990-х и завершилась в середине 2010-х годов. Под руководством Нашулдана Назарбаева экономика вышла на траекторию устойчивого роста. В стране сформировалась современная система государственных институтов и средний класс. Благосостояние общества повысилось, заметно улучшилось качество жизни. Через два мировых экономических кризисов в 1998-2008-2009 годах независимый Казахстан прошел из очистимых потерь, что подтвердило прочность молодого государства, доказать его состоятельность. Другим крупным успешным достижением Казахстана тут перестал перенос и строительство новой столицы государства, которая сегодня носит название и имя первого президента Нашулдана. Третий этап модернизации. За эти годы республика уже показала свой потенциал роста. Благодаря политике Нарсултана Назарбаева, валовый внутренний продукт Казахстана вырос с 22 млрд долларов до 184 млрд долларов. Усилия по развитию условий для деловой активности привели к тому, что в рейтинге «Деоинг-бизнес» Всемирного банка страна поднялась с 86-го места в 2005 году до 25-й позиции в 2019 году. Передаем чейндж группе 19.8.